Смотрите сегодня в программе «Больной вопрос». В школе настрой более рабочий, более деловой. На удаленке обстановка более домашняя. Как сказалась удаленная учеба на зрении школьников? Весна – самое время спасать глаза. Можно ли избавиться от очков? И есть ли волшебный витамин для глаз? Тревожные симптомы, которые не всегда заметны. Как не проморгать важное? Зачем северянам очки весной? Полезные советы и простые правила от врача-офтальмолога Натальи Евтушенко. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Янина Морозова. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+. Мы возобновляем цикл программы «Здоровье», чтобы рассказать вам, что же нужно знать, чтобы оставаться полными сил в Заполярье. Каждую неделю в четверг мы будем обсуждать самые наболевшие вопросы, спрашивать у докторов и рассказывать вам, как сберечь свое здоровье. Почему весной снижается зрение не только у взрослых, но и у детей? По статистике, каждый второй житель нашего региона пользуется очками. А у многих юных северян зрение начинает снижаться еще до школы. Долгий период обучения на удаленке тоже стал серьезным испытанием для глаз, как учеников, так и учителей. Так как же не допустить снижения зрения? Узнаем из сюжета. В марте и апреле и взрослые дети чувствуют примерно одно и то же. Зрение становится хуже, глаза быстро устают, картинка расплывается. И виной тому несколько причин, говорят врачи. Это и авитаминоз после полярной ночи, и яркое мартовское солнце, сказывается и перенапряжение, накопленное за зиму. Особенно сложно приходится школьникам. А месяцы учебы на удаленке стали не только новым опытом, но и испытанием. В школе настрой более рабочий, более деловой. На удаленке обстановка более домашняя. И в принципе учителя не приспособлены к ведению урока в сети, в зуме. Неприспособленными к такой жизни оказались и ученики. В то время, когда приходилось сидеть дома, многие коротели весь день у компьютера. Результат – совсем не детские проблемы со зрением. Увеличился процент детей с нарушением зрения. Причем даже те дети, которые у меня были, скажем, в начале 2020 года, с небольшим снижением зрения или вообще было стопроцентное зрение, то практически процентов 75 пришли с жалобами на софть в глазах. То есть этого раньше не было. Этим страдали обычно, как правило, выпускники. Намного больше стало и малышей со стигматизмом – нарушением рефракции, когда зрение становится нечетким. Порой жалуются школьники и на головные боли. А причина их часто кроется как раз в проблемах с глазами. Сейчас уровень стигматизма стал немножко другой. Он стал смешанный. То есть от перенапряжения появился минус либо миопический. То есть мы даже очки сложные, близорукие, выписываем детям до трех лет. Такого раньше, лет пять назад, еще не было. Правильно оборудовать рабочее место ученика, чередовать работу и отдых, заниматься спортом и ограничить общение с компьютерами и смартфонами необходимо, настаивают врачи. Ведь избыток игр с гаджетами грозит еще и неврологическими проблемами. И справедливо это не только для детей. Если вы будете сидеть у компьютеров, не спать ночами, не высыпаться, чтобы когда необходим обязательно отдых глазам, да, ну и головному мозгу в том числе. Если будете много своей глазки напрягать и не давать им отдыхать, то никакое черничное варенье, к сожалению, не поможет. Никакие биодобавки не помогут. Витамины, добавки, знаменитая морковка со сметаной и черничное варенье, хоть и полезны для наших глаз, но это поддержка. А вот волшебной таблетки, которую убережут от всех угроз, увы, не существует. И хотя сейчас появляются современные технологии, контактные линзы, способные даже вылечить миопию и избавить от очков, всего этого можно избежать, если беречь глаза с молоду. А любые изменения в поведении ребенка – повод насторожиться. Они, например, замечают, что стал отклоняться какой-то глазик, или ребенок смотрит из-под лобья, или смотрит боком телевизор. Или замечают, например, вот сейчас детки-то у нас развиваются очень быстро, что в планшет играет с удовольствием, его там интересуют, а телевизор не любит смотреть или подходит достаточно близко. Сейчас на прием к офтальмологу попасть не так-то просто. Поток пациентов увеличивается, и это значит, что ожидать записи придется, возможно, ни день и ни два. А вот откладывать визит все же не стоит. Ведь чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем лучше результат. Весной наши глаза и глаза наших детей нуждаются в особой поддержке. И дело здесь не только во влиянии полярной ночи, но и в том, что на Кольском полуострове самый солнечный месяц – это март. А солнышко, отражаясь от снега, может нанести вред нашим глазам. И о том, что же нужно помнить, какие нужно принять меры, и как сохранить здоровье глаз нам сегодня расскажет гость нашей студии – детский офтальмолог Наталья Евтушенко. Здравствуйте, Наталья Валентиновна. Здравствуйте. Наталья Валентиновна, ну, конечно, вот очень много времени у нас школьники особенно провели на удаленке. Я знаю, что увеличилось количество обращений с миопией. Так ли это на самом деле? Вот что можете сказать? Да, действительно, после дистанционного обучения у меня практически прием на 50-60% – это жалобы на снижение зрения, причем снижение резкое. Причем обращаются дети разных возрастов. Если это раньше были все-таки дети средних классов, это 5-7 классы, то сейчас обращаются даже первоклассники. И, к сожалению, приходится выписывать очки даже первоклассникам. И правда, что вот весной особенно много у ребят снижается зрение, весной особенно это чувствительное. Я знаю, что я вот сама очки ношу очень долго, и весной, как правило, размытая какая-то картинка, чувствуешь какой-то дискомфорт. Правда ли, что то же самое происходит с детьми? Да, после выхода с полярной ночи, когда было темно, не было достаточного освещения, как бы дети это не чувствовали, но появилось солнышко, стало более четко, пытаются смотреть более четко, и сразу же пошли жалобы. Детки жалуются, что плохо видят вдаль, расплывается изображение, оно может расплываться как вблизи, так и вдали. Беспокоят детей также головные боли, и отклонение глаз появляется тоже на ярком солнце. Да, я вот хотела еще спросить. Весна, солнце, отражение, знаю, что это такая, может быть, негативная картина. Солнечные очки, вот слышали, что нужно носить детям, взрослым. Действительно ли нужно? А если нужно, то какие? Да, действительно. Ну, во-первых, у нас на севере немножко другой спектр, он не такой полезный, как на юге, и поэтому обязательно надо и взрослым, и детям пользоваться солнцезащитными очками. Мы рекомендуем покупать солнцезащитные очки в оптиках специальных, ни в коем случае не в магазинах, если они не специализированные, конечно. И чтобы была там обычно указана ультрафиолетовая защита, сколько нанометров. А почему мы деткам рекомендуем? У наших детей северных мышцы слабые, как я сказала, да? Вот, и поэтому яркое солнце, оно расслабляет глазки, может появляться это очень часто, либо в марте, в апреле приходят с жалобами на появление косоглазия у детей трехлетнего возраста, то есть у младших детей, там, два годика, три годика. И второй этап, когда приходит, это после лета, это где-то в августе, в сентябре, тоже появляется косоглазие, причем оно может быть как сходящимся, когда глазки уезжают к носику, так и расходящимся. Поэтому мы всех деток рекомендуем, кто выезжает, особенно если маленькие детки грудные, выезжают впервые на юг, обязательно первые две недели защищаться, кепочка, там, панамочка, нависики на колясочку, то есть либо если детки постарше, то солнцезащитные очки. Вот, кстати, косоглазие, вы говорили, что увеличилось тоже количество обращений с этой проблемой. На что родители должны обращать внимание в первую очередь? Что, может быть, есть какие-то тревожные симптомы? И чем опасно косоглазие? И вот как с этим всем быть? Ну, на что должны обратить внимание, скажем, когда это маленький ребенок? То есть вот мама, папа фотографируют своего ребенка и видят, например, что на фотографиях стал глаз отклоняться. Это их должно насторожить. И иной раз существует или бытует даже мнение, что до трех лет это как бы нормально бывает, ну, как бы бывает, потом все пройдет. К сожалению, не каждое косоглазие проходит. Это все может усугубиться, это может привести к снижению зрения, к развитию более тяжелых таких осложнений, как амплиопия. Это когда сетчатка работает не в полную силу. Поэтому рекомендуем, вот если только папа, мама заметили, обязательно обратиться. Потому что есть состояния, которые элементарными. Ну, скажем, можно натренировать глазную мышцу, мы показываем упражнения, они закрываются от солнышка, о чем я говорила, делают там перерывы, убирают лишние гаджеты, там какие-то зрительные нагрузки, которые, ну, мы посчитаем лишними. И мышцы, ну, как бы, становятся постепенно, косоглазие исчезает, и мы ребенка, можно сказать, вылечили. Я знаю, что еще бывают такие случаи, когда нужна операция. Но с какого возраста, опять же, когда это нужно, когда это не нужно? Ну, все это очень индивидуально. Мы обычно рекомендуем косоглазие оперировать в одном единственном случае достаточно рано, это если очень большой угол косоглазия. То есть, когда ребенок самостоятельно в очках не компенсируется, и самостоятельно он глаз не может вывести, то есть получается, что глазик находится либо очень близко к носу, либо очень далеко к ушку, и это косметически заметно. Таким образом у нас получается, что не попадает изображение на макулярную зону, которая отвечает за остроту зрения, и снижается очень резко зрение, вплоть до сотых. Это потом очень достаточно все трудно лечится, и чтобы не доводить до этого состояния, делают операцию, глазик убирают угол косоглазия и одевают очки, носят очки. Обязательно при косоглазии надо носить очки, если врач вам выписал. Это иногда родители говорят, у нас хорошее зрение, зачем же нам очки? Это для того, чтобы заставить ваши мышцы работать как надо правильно, чтобы было равнодействие, чтобы не уставал ребенок без очков, и мышцы не перенапрягались. Наталья Валентиновна, вот еще делились вы мне в беседе, что увеличилось количество детей с новообразованиями. Вот что это такое? Гемангиомы, да? Вы говорили, что стало больше. Да, хотелось бы мне обратиться к родителям и сказать, что если у грудного ребеночка вы заметили, что после рождения, в течение месяца, на веках ли появляется образование, увеличивается, которое увеличивается в размерах, то обязательно надо показаться к врачу. Потому что чем раньше поставлен диагноз и чем раньше обратились мы к специалистам на центральные базы, там определяется с лечением. И в принципе есть такие даже состояния, когда не надо ничего ни удалять, ни резать, и принимают таблеточки, и все у детей нормализуется. А я знаю, что вот слышала где-то или читала, что синдром красного глаза, но вот когда на фото зрачок красный тоже может быть тревожным признаком. Это так или нет? Ну, не красный, а светлый, симптом кошачьего глаза, да, если белый. То есть обычно мы когда фотографируем деток, то на фотографии смотрим, там должен быть как бы яркий такой свет красный. А если он как бы не такой яркий, то есть нет рефлекса, он может быть там желтым, как бы вот это, конечно, должно тоже насторожить, потому что это очень серьезное заболевание, ретинобластома. О, это уже онкологическое заболевание. Тоже онкологическое, оно злокачественное, и тут, конечно, надо очень быстро-быстро принимать меры, чтобы спасти и глазик, и ребеночка, и так далее. Ну, мы вернемся все-таки к более обыденным каким-то вещам, к более позитивным. Скажите, вот как часто все-таки нужно проверять зрение? Да, я знаю, что сейчас большая нагрузка на врачей в связи с пандемией, которая еще, увы, не закончилась. Как часто все-таки нужно обращаться к врачу, к грамотным родителям? Что они могут сделать? Ну, до трех, обязательно в три года обязательно ребенку надо проверить зрение. Почему? Потому что детки, они не знают, как они должны видеть. Они же рождаются со своим каким-то зрением, да? И у меня был такой случай, когда ребеночку выписали очки со стигматизмом, и мама потом приходит и говорит, ребенок-одел, говорит, мне так все четко видно. То есть он не знал, что то, что это размыто, это неправильно. Думает, что так и должно быть. Вот, поэтому в три года обязательно проверили, перед школой проверяем. И в школах проверяют в определенном возрасте. То есть это обычно в 8 лет, в 10, 12, 14, ну и так далее. Маленькие детки рекомендуем проверять, как я сказала, вот раньше говорила, мы с вами беседовали, это в 2 месяца, до 2 месяцев обязательно, чтобы вовремя, если есть какие-то аномалии развития, выявить. И в 6 месяцев, и в год. Еще вот такой вот вопрос, наверное, важный весной, в том числе и для детей, и для взрослых. Скажите, очень много меня спрашивают наши телезрители по поводу витаминов, БАДов. Но мы говорим, что нет волшебных, но тем не менее, это все работает, и питание правильно, это как-то работает, вот ваше мнение, каково? Ну да, все должно быть в меру. Конечно, нету такой таблетки, чтобы мы что скушали, и наше зрение стало опять стопроцентным. Это обязательно должен быть зрительный режим, строгий по возрасту. Значит, обязательно прогулки на свежем воздухе, хорошее освещение, держать осанку деткам, когда пишут, не разрешать детям читать лежа. Наверное, это, я говорю, прописные истины, но они действительно, если в комплексе, работают. И хорошее сбалансированное питание. То есть некоторые, бывает, родители приходят и жалуются на деток, что не едят там мясо, или кушают, любят, например, там, что, скажем, только овощи. То есть детки должны питаться так, что им надо расти, им нужен белок, чтобы строился организм, были аминокислоты, в том числе это все влияет и на зрение. Недостаток какого-то витамина, в данном случае витаминов В, это тоже может сказаться на снижении зрения. Ну, мы помним о том, что не стоит читать лежа. Да, мы о этом сказали. Мы помним о том, что стоит все-таки заниматься спортом. Мы помним о том... Гулять на свежем воздухе. Носить очки, если все-таки выписали коррекцию, да, и слушаться докторам. Спасибо большое, Наталья Валентиновна, за ценные советы. Я думаю, что они будут интересны и полезны очень многим нашим телезрителям. Все, до свидания, до новых встреч. Это был Больной вопрос. Программа, в которой мы задаем вопросы докторам, чтобы рассказать вам, что же нужно знать, чтобы не болеть. А еще мы ждем ваших наболевших вопросов по телефону редакции 400-870. И, конечно, ждем сообщения в соцсети в группах ТВ-21+. Поделиться со мной проблемой или задать вопрос вы можете и в личном сообщении. Конечно, мы постараемся найти все ответы. До встречи в следующий четверг в 20.00. С вами была Янина Морозова. Будьте всегда здоровы.